Вокруг нас в мире происходит много ужасных и плохих событий, но раз даже нет желания слушать или читать очередные новости. И пытаясь уйти подальше от всего этого негатива, мы заходим на YouTube, где можно найти тысячи развлекательных роликов, поднимающих настроение. Однако, даже находясь на канале своего любимого блогера, можно встретить новость, которая способна нас сильно расстроить. Это может быть всё что угодно, от происшествий с каналом до самого блогера. Что ж, добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня у нас ТОП 10 плохих вестей от ютуберов. Десятое место. Соколовского посадили. Главный ловец покемонов в Сеаруси открывает наш ТОП. Год назад не было людей, относившихся нейтрально к этой вести. Кто-то считал, что блогера надо было чуть ли не казнить, в то время как интернет-общественность была шокирована, что публичный атеизм может привести к реальному сроку. Ведь Соколовского судили не за саму ловлю покемонов в церкви, а за его высказывания в видосах, когда он причислял Иисуса к покемонам или сравнивал воскресшего бога с зомби. За счету блогера выступило много влиятельных людей, в их числе и мэр Никасиринбурга, Евгений Ройзман, Навальный, Познер и другие. Может быть, патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет. Ни на одно из по-настоящему опасных преступлений, которые действительно волнуют жителей области, не тратится и 10% тех усилий, которые идут на борьбу с 22-летним блогером Соколовским. Однако Соколовскому все же дали срок, хоть и условно, но не будем забывать, что во время следствия Руслан провел не один месяц в СИЗО. И вся эта ситуация огорчила многих, ведь на месте ютубера, по сути, мог оказаться практически любой. Не зря же, говорят, от сумы до тюрьмы не зарекайся, по крайней мере, у нас. Девятое место. Тиньков напал на немагию. После обзора ребят на Тинькова и его банк, олигарх не на шутку взъелся на немагию. У вас ничего не изменится, но теперь хотя бы вы будете платить деньги мне? Это очень удобно, особенно для меня. Да так, что дошло до исков в судок левите. Как и в деле с Соколовским, были брошены большие силы на расследование дела, как будто в России не совершаются действительно опасные преступления. По наводке олигарха к ребятам в Кемерово приехали оперативники из Москвы. Однако, поняв, что больше всего от шумихи страдает сам Олег, он отозвал все иски. Но уголовное дело к тому времени было возбуждено, и остановить его по желанию уже было как бы крайне сложно. Еле-еле это дело удалось замять. Костик, забыл спросить, а сколько пердак твой стоит? Две. Чего две? Две из в автобиографии. Ну это дорого. Восьмое место. Мамикс удалил первый канал. Этим летом многих удивила еще одна неприятная новость. Один из самых смелых экспериментаторов Ютуба объявил, что удаляет свой канал, насчитывающий 4 миллиона подписчиков. Я решил удалить этот канал. Этот канал просто-напросто умер, здесь больше нет никакой активности. В отличие от многих блогеров, которые делали подобное заявление до него, Мамикс действительно взял и удалил свой основной канал. Чем сильно удивил аудиторию, явно не ожидавшую такого поворота событий. Да блин, мы сами не ожидали. Мало ли, что там ютуберы обещают, ведь до действий доходит редко. Но радует, что Мамикс не ушел на покой и продолжает вовсю снимать видосы на других своих каналах. Ну и конечно, что он слово держит, это блин да, дорогого стоит. Респект Мамиксу. Седьмое место. Марьяна Ро уходит с Ютуба. В отличие от Мамикса, Марьяна Ро совсем покинула Ютуб, ну или сказала, что так сделает, что очень расстроило 5 миллионов ее подписчиков. Прощайте. Прошел всего один месяц, и только время покажет навсегда, ли блогерша ушла. Ведь канал она не удалила. Причиной ухода стало желание посвятить себя музыке. Ждите новую песню и новую Марьяну. Интересно, кто ее мог на это надоумить. Остается надеяться, что ее будущие песни будут лучше ее восковых полосок. Жух-жух, как это ново, жух-жух, как это клево, жух-жух. Шестое место. Бан Брайна Мапса. Одно дело, когда блогеры оставляют Ютуб по своей воле, но гораздо сложнее перенести вести о том, что любимый канал банят. Особенно, когда по непонятным причинам, как это случилось с Брайном в начале прошлого года. Многие подумали, что ему кинула страйк Елена Летучая, ведь последним роликом была пародия на ее программу Ревизорра. Сдаваться я не буду, я же все-таки Ревизорра, а не Херсгар. Ох, боже, ну вот откуда тут такая грязь? Ну а сам автор канала опроверг эту информацию в своей трансляции. Нет, это точно не из-за Ревизорра. Не могло быть, если это на старые видео про Майнкрафт вообще кинулись. Там же Мапс пояснил, что ему пришло сразу семь безосновательных страйков на какие-то два старых видоса. Ситуация получилась неприятной, но вскоре и разрешилась. Пятое место. Никто не пришел на сходку Алины. Пожалуйста, не обманывайте меня больше так. Буквально весь интернет обсуждал ужасную весть о том, что никто не пришел на фан-встречу, организованную совсем юной блогершей Алиной. И ладно бы, если бы никто просто не захотел прийти. Так нет же! Некоторые тролли заверили девочку, что посетят ее мероприятие. Даже мне писали больше 20 человек, что они придут. Я ждала там полчаса, и никто не пришел. Она основательно подготовилась, купила конфет, придумала конкурсы, чтобы люди не скучали. Я рассчитываю, что придут много человек, купила много конфет. Хотела сделать загадки и призы раздать тем, кто угадает. А люди оказались не людьми, обманув подрастающего ютубера. Однако теперь, думаю, вряд ли кто-то пропустит фан-встречу Алины после мощного пиара от ведущих блогеров аудитории ее канала. Выросла в 50 раз. Маленькая невинная девочка организовала свою сходку подписчиков, и, внимание, на нее никто не пришел. О, она поднялась, блядь, на нытье, да идите вы нахуй. Вы отвратительные, просто бездушные ублюданы. Видео маленькой девочки-влогера Алины, которая пришла со своей фан-встречи. Четвертое место. Мармок в отпуске на месяц. Это лето получилось богатым на плохие вести. И подытожил все это Марин, объявив о необходимости отдохнуть в самом конце лета. Во время просмотра очередного его видоса нам вдруг неожиданно сообщают, что, мол, ближайший месяц. Можете не ждать новые выпуски. Я решил взять паузу на месяц. Ровно на месяц. Вы же в курсе моей пунктуальности. Поэтому ровно месяц. Конец лета сам по себе переживается трудно. Учеба и все такое. А тут еще и Мармок усугубил ситуацию. Марина, конечно, можно понять, да, и отсутствовал он относительно недолго. Но это был трудный месяц. Третье место. Хованский убил котенка. Ни для кого не секрет, что Хова это тот еще отмороженный мерзавец. Но они до такой же степени. Внимание общественности на данный случай из биографии Юры привлек Ларин, не раз сообщая, что Хованский задушил котенка за 50 рублей. Человек, который за 50 рублей задушил котенка, он просто не мог не стать моим оппонентом. Я сам не добро, но уж ты, человек, который, блядь, за 50 рублей душит котенка, уж точно не представитель светлой стороны. Юра, в принципе, этого не отрицал, уточняя лишь то, что сделано это было в детстве, когда он еще не осознавал своих деяний, а также способ убийства был немного другим. Во-первых, я котенка не душил. А я его бросил об стену, так что он помер. И да, так уж получилось, что я за это получил 50 рублей. Но я был пиздюком, который вообще ничего не соображает. Фанаты хоть и огорчились из-за этой вести, но от своего кумира не отвернулись, как это произошло с блогерами, участвовавшими в одном скандальном проекте. Жилы всех тех отвратительных вещей, которые пишут в мою сторону. Люди как с цепи сорвались. Кстати, об этом проекте-то... Второе место. Хайп Кэмп. Изначально новость о запуске этого проекта не вызывала большого негодования, ведь никто даже представить не мог, что их ждет. Но уже после первого выпуска количество недовольных начало расти, а после обзора Хайп Кэмпа Соболевым и другими ютуберами, многие фанаты разочаровались в своих кумирах и начали поголовно отписываться от каналов блогеров, сидящих в жюри. Пришла с заготовленным текстом, мы тебе дали ситуацию, и ты с ней не справилась. Да что вы говорите? Блядь, я готов отдать, вот реально, любые деньги для того, чтобы Марьяну Ро и Данила Комкова поставили на сцену в такой же ситуации. Они попытались придумать стендап. Конечно, Николай сильно преувеличил, как, в принципе, он всегда это делает. Но создание проекта богатенькими родителями ради своей дочурки и без него можно отнести к одному из худших решений последних лет. Ой, блядь, блядь, это официально самое хуевое дерьмище, которое я когда-либо в своей жизни ебаной видел. Ну и первое место Телблог забанили в РФ. Какие вести наши подписчики могли посчитать хуже, чем бан Телблог.нет? Хоть и только главной страницы канала и лишь на территории РФ, но все же... За что, Ютуб? За что? Началась история с письма Роскомнадзора, которые требовали удаления некоторых роликов, что мы и сделали. Но не разобравшись ни в чем, Ютуб решает просто забанить доступ к нашему каналу для всех жителей России. Благо, в данный момент ситуация прояснилась, и на Телблог.нет нет никаких ограничений. Надеемся, в будущем плохие вести будут обходить стороной наш канал. Но, как говорится, тьфу-тьфу-тьфу. Понравился наш топ? Или тебя больше расстроили другие вести ютуберов? Пиши об этом в комментах и подписывайся на канал, чтобы первым смотреть новые топы. Ну и на паблик также подписывайся, ведь там мы регулярно выбираем свежие темы для наших топов и обсуждаем кандидатов к ним.